Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова, которая хочет познакомить вас с двумя своими новыми видами чая, волшебного чая, с двумя волшебными видами чая, сказочными. У меня просто... Знаете, когда я сделала эти вот два вида чая, о которых буду говорить сегодня, два вида китрового чая, у меня было такое ощущение, первый вдох, первый глоток, первое чувство, что я переношусь в сказку, в такую чудесную лесную сказку с феями, волшебниками, чем-то ещё. То есть до такой степени этот аромат действует на человека. Я говорю сейчас о кедровом чае, который я назвала кедровый номер 3, который у меня идёт кедровый номер 4, кедровый чай номер 3. Называется «Мудрость друида», а кедровый чай номер 4 – «Душа друида». Но почему друиды и при чём тут друиды вообще? А дело вот в чём. Дело в том, что друиды, известные всем европейские волшебники леса, чудесные совершенно, они основывали свои снадобья, сборы, свою всю науку на том, что есть основой всего, основой волшебства является дерево, а дополнением к нему, так сказать, которое развивает его свойства, ну, как бы ведёт его, как-то вот направляет, это уже травы. И вот кедровый чай – «Мудрость друида». Вот он у меня и в сухом виде, и вот он заваренный, вот так вот выглядит чудесно. Вот. Так вот, «Мудрость друида» – это купаж кедровой хвои, кедровых почек и таволги. На экране сейчас будет ссылочка на фильм о таволге, где будет рассказано её в самых разных свойствах, и вот если вы её поймёте, вы поймёте, посмотрите, вы поймёте, почему таволга – это мудрость, именно мудрость, направление к мудрости, вот в том самом, не знаю, сказочном и философском её смысле. А кедр – это вообще основа, это основа бытия, можно сказать. Вот такая вот. Вот. Так вот, в сочетании они дают напиток, обладающий, ну, таким изысканным ароматом, фруктовым, медовым, с нотками смолы, такого свежего ветра, чудесный такой аромат. Просто вот, просто удержаться не могла, ещё раз не вдохнуть его. Вот. Так вот, и сам этот чай в сухом виде, ещё не заварен, его можно использовать не только как чайный напиток, его можно использовать ещё как средство для ароматерапии. Если вам это интересно, то я советую поместить его в саше, в такой полотняный мешочек, и работать, ну, разместить его на рабочем месте. То есть, когда вы работаете, если вы это вдыхаете, вот этот аромат, вот этот вот, как я попыталась его описать словами, а медово-фруктово, свободный такой, вы мыслите более ясно, вы работаете более эффективно, вы лучше принимаете решение, более точное решение принимаете. То есть, вот такими вот свойствами обладает таволга, кедр, они усиливают друг друга вот так. А второй вид чая, о котором я хотела сказать сегодня, это чай под названием душа друида. Здесь, ой, в этом аромат просто, просто вот, ну, невозможно было его, вот, ещё раз парить. Душа друида – это купаж кедровой хвои и кедровых почек с душицей. Душица – та самая волшебная трава, которая, она недаром душится, она с душой и связана, понимаете, она в русском эпосе с душой связана. Она успокаивает, направляет душу к такому светлому, чистому, спокойному просветлению. То есть, если вот чай мудрость друида я вам советую пить на работе и как ароматерапию, как средство ароматерапии использовать во время работы, то душу друида, вот душа друида этот чай, его лучше пить вечером перед сном, а мешочек с аше, с этим чаем, повесить у изголовья кровати, чтобы вот этот дыхать. Душица даёт не только мудро, не только, она не только направляет душу к свету, она ещё и продлевает жизнь. То есть, дыхать аромат душицы – это значит продлевать жизнь. О том, что это доказано даже современной наукой, я говорила в другом фильме, вот сейчас на экране будет ссылочка, можете отдельно посмотреть на это. Вот, оба этих чая есть сейчас в нашем таёжном магазинчике «Медвежий угол в продаже». Вот сейчас ссылочка, по которой можно перейти в наш магазинчик. И я надеюсь вас там увидеть, ну, а также, возможно, вам интересно будет подписаться на мой канал. Всего вам доброго, дорогие друзья. С вами была Елена Горчакова.